Привет! В этом видео мы с вами сделаем несколько вещей для кухни. Вообще, мне очень нравятся вещи из магазинов типа Zara Home, Merchandam Home, но там все очень-очень дорого, поэтому я посмотрела и решила, что некоторые из этих вещей я могу сделать сама. И в этом видео я покажу вам, как. Итак, у меня есть коврики из фикс прайса, которые мы с вами будем резать. И я беру никому не нужные листы моей диссертации, которая тоже никому не нужна, и рисую на них листья. Мы, кстати, делаем салфетки под приборы, похожие на вот такие вот из Zara Home. Обвожу их и буду вырезать. А сейчас я ем виноград. Из фиолетовой салфетки я решила вырезать что-то вроде лилии, но получилось что-то вроде ежика. Так что, когда будете выбирать, что рисовать, обязательно смотрите, какой контур у этого рисунка и что получится в итоге. Ну и все. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Смотрите продолжение в следующей серии. По размеру на коробку для чая. Из своей рамки я все-все-все-все достаю, даже стеклышко и начинаю ее красить, потому что она у меня сзади не покрашена. А спереди я ее уже красила как-то в розовый цвет и решила так и оставить. И теперь я все замеряю, вырезаю, делаю так, чтобы коробка наша была больше, чтобы она подходила под рамку. Укрепляю стенки с помощью кусочков картона подходящего размера. Также дно укрепляю, потому что оно у нас получилось как бы с дыркой из-за того, что мы увеличивали эту коробку. И делаю вставки, которые будут разделять пакетики с чаем. Все края я как бы запечатываю малярным скотчем. Я еще решила укрепить все это газетками с клеем ПВА. Я просто капаю немного клея, распределяю его и потом сверху кладу газетку. И следующую, 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 чтобы у нас получился как бы очень хороший каркас, и чтобы стенки вообще вот прям ни за что не выпали. Потом все это я решила закрасить белой краской, чтобы было красивее, потому что я думала, что у меня будут торчать где-то уголки, но в итоге получилось, что ничего не видно, поэтому в принципе можно было этого и не делать. Из вот таких вот красивых листов бумаги для скрабукинга вырезаю детали, а сверху я решила коробочку обклеить кусочком ткани, который у меня уже был. И все это я делаю с помощью горячего клея, потому что в данной ситуации им будет работать легче всего. Рамка для фотографии у меня уже высохла, и я вставляю туда обратно стеклышко. Но сначала я обклеиваю края бумажным скотчем, чтобы скрыть вот эти вот железячки, с помощью которых оно потом у нас будет держаться. Это мы сделали крышку для того, чтобы ее можно было открывать-закрывать. Из кусочков ткани я вырезала просто квадратики, прямоугольнички, и приклеила их одну к коробке, другую к крышке. И все, можно заполнять любимым чаем. Для этой идеи я купила две кружки, и мне захотелось повторить что-то вроде вот этих вот кружечек из H&M Home, на которых написано «Love you» и «Love you more», то есть «Люблю тебя» и «Люблю тебя» еще больше. Я взяла две кружки, с одной стороны которых нарисовано сердечко, а с другой стороны ничего не нарисовано, поэтому мы и будем на той стороне писать. Я испробовала на самом деле кучу разных вариантов, но лучше всего это сделать контуром по стеклу и керамике. И до этого поверхность нужно обязательно обезжирить любым вообще средством. У меня это обезжириватель для ногтей, ну для маникюров. И теперь мы пишем, что мы хотим. И это сделать в принципе просто, потому что даже если вы ошибетесь, ничего страшного, можно в любой момент это стереть и нарисовать что-то новое, потому что краска сохнет около трех часов. То есть время исправить все ошибки точно будет. И это сделать в принципе просто, Сейчас нам понадобится досочка, инструменты, которые вообще-то нам не понадобятся, но тогда я еще об этом не знала. Маленькие винтики тоже нам не нужны, чековая лента, таблетки и вот такая веревочка. И еще маленькие прищепочки. Привязываем чековую ленту к доске и отрезаем край от таблеток. Этот край будет нам отрезать ленту, когда нам будет это нужно. А сейчас вы видите мои мучения в ускоренном режиме, хотя на самом деле это длилось часа три. Что я только не пыталась сделать. И ввинтить эти маленькие винтики, и прибить эту штуку гвоздями, и даже пыталась молотком забить винтик. Но ничего, ничего не пробивало эту упаковку от таблеток. Поэтому я просто приклеила все на горячий клей и кстати получилось классно. Также горячим клеем я приклеила маленькие прищепочки и на них прищепила всякие картинки, бумажки, буковки. Наклеила наклейки и вроде получилось очень мило. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И если вы вдруг решите что-то сделать из этих вещей, то обязательно это фоткайте, выкладывайте в инстаграм, отмечайте, конечно же, меня. Отмечайте, в общем, меня. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.